Ты чел современный и геймер реальный, Виснишь часами в сетях социально. Не важно, ты чикса, а может пацан, Все покупаем в компании Титан. Сеть комиссионных магазинов Титан. В эфире проект Место происшествия и мы продолжаем. На улице Труда камера зафиксировала полет Лады Приора. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике Видеорегистратор. На улице Труда водитель Приоры пошел на обгоны. На перекрестке с улицы Ленина подлетел. По словам автора Видео, на улице Ленина уровень асфальта намного выше, чем на Труда. Поэтому получился мини-трамплин, о котором, скорее всего, не знал гонщик на Приоре. На улице Московской водитель Пола выезжал задним ходом и не заметил машину с камерой. Фонтан, куда едешь? На Октябрьском проспекте водитель Ларгуса опасно перестроился направо. На перекрестке улиц Воровского и Попова блондинка на иномарке решила проскочить на красный сигнал. Улица Воснецовых в городе Кирово-Чепецк. Езжу уже три года в этом направлении. Фаленки, Глазов. Движение разрешено только по этой улице. В Кирово-Чепецке местные водители уже много лет страдают от убитой дороги по улице Братьев Воснецовых и от огромной лужи. По этой луже, чтобы проехать, нужно еще фарватер знать. Ни один бампер оставили. Здесь грузовики. Не говоря про легковый транспорт. То ли кто-то напоролся, то ли что ли. Дорожники поставили вот эту вот будочку, которая стоит в этой луже с весны. На улице Московской девушка-водитель «Опеля» забыла достать из бака заправочный пистолет и поехала. Пистолет в итоге не пострадал и не отлетел в лобовое стекло машины с камеры. Девушка сделала вид, что ничего не произошло и продолжила путь. Михаил Вагин. Место происшествия. Девушка-водитель «Опеля»